Добрый день, дорогие друзья! 24 декабря 1995 года – особая дата в жизни нашего государства. В этот день была принята Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Это был выбор свободы и реальной демократии, который сегодня определяет развитие Приднестровья. Именно Конституция закрепляет признание прав человека. Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без свободных выборов, референдумов, политических движений и объединений. За этим всем твердо стоит Конституция нашего государства. Долины величавые, раздольные поля, цветущая, прекрасная ты, Родина моя, земля моя воспетая, обильный край родной, где вьется лентой светлую, широкий днестр седой, где дремлют розы дивные, под песню соловья, Республика, любимая, ты, Родина моя. Родина начинается с символов страны. Символы – это знаки отличия нашей страны от других стран. К символам относятся флаг, герб, гимн. Каково значение цветов Приднестровского флага? Зелёный символизирует плодородие нашей земли. Красный символизирует отвагу, защиту веры, героизм, великодушие. Герб – это отличительный знак государства, изображённый на флагах, монетах, печатах. Слово герб в переводе означает наследство. В нём отражена история. Герб – это такой государственный символ, которым можно любоваться, как произведением искусства. Государственный герб представляет собой изображение скрещенных серпа и молота, символизирующих единство рабочих и крестьян. В лучах солнца, восходящего над Днестром, гирлянду из колосев и початков кукурузы, фруктов, виноградных гроздей и лоз, красной лентой с надписями на трёх языках – на русском, украинском и молдавском. В верхней части изображена пятиконечная красная звезда. У каждого государства есть свой государственный гимн. Гимн – это торжественная песня или мелодия, посвящённая Родине. Это символ, который представляет величие нашей страны. Гимн исполняется в особо торжественных случаях – во время подъёма государственного флага, во время национальных праздников, во время воинских ритуалов и спортивных соревнований. При исполнении гимна страны люди, слушающие его, встают, мужчины снимают головные уборы. Так проявляет уважение к стране. Каждый гражданин должен уважать символы своего государства, знать слова гимна своей Родины. Государственный флаг – это знак свободы, независимости, самостоятельности государства. Государственному флагу, как святыне, отдают высшие государственные почести. Наше государство маленькое, но многонациональное. Жизнь в нём регулируется в Конституции. Основным документом государства, где записаны все законы, определяющие жизнь страны, права и обязанности её граждан. Все граждане страны обязаны жить согласно Конституции. И тогда такому человеку легко будет жить по принципу «Твои права кончаются там, где начинается порядочность, справедливость, разумность, воспитанность, обязанность». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова